Тумсо Кадыров утверждает, что нефти нет, газа нет, инвесторы не хотят вкладываться в Чечению, а бюджетных денег даже ему на семью не хватает. Я вот ничего не видел, скажу вам честно, я не знаю, у меня нет никаких сводок, я ничего по этому поводу не читал, потому что мне неинтересно. Я знаю, без вот этого прочтения, я уже знаю результаты этих выборов, превышение нормы в проявлении почтения. Я хочу показать вам такой пример. Саламу алейкум. Когда разговор зашел о тебе, мой брат сказал, что ты болтун. Я такой сердитый стал, что кушать не смог, он не сторонник пехотинцев, клянусь. Честное слово, я промолчал, он старше меня. Алейкум ассалам. Ну ладно, чисто из-за его старшинства, давай простим ему это. У чеченцев есть такая пословица, это из присланного мне, я благодарю человека, который прислал мне эту информацию. У чеченцев есть пословица. Бэй рэмэл саудэл гэллок лэй ээмэлэ дэрс. То есть то почтение, уважение, которое оказано свыше нормы, оно уподавляется рабской сущности, рабским повадкам. И вот примером такого превышения нормы в проявлении почтения, я хочу показать вам такой пример. Это та самая пятичасовая встреча дома у Даудова, и здесь вот Даудов обращается к Кадырову, он говорит, есть ли у меня разрешение сказать слово, могу ли я высказаться. Вот это вот как раз пример вот этого чрезмерного почтения выше нормы, которая уподобила этого человека рабу, рабской сущности. Вот так вот поступать нельзя, это я сейчас для чеченцев, для молодежи показываю этот пример. Например, это не наши обычаи и традиции, это не наш гырлок, вот так себя вести. Вот это то, что делает Даудов, это обычаи рабов, это его рабская сущность. Так себя никогда не ведите в обществе, кто бы ни был в этом обществе, какое бы положение этот человек ни занимал, вы вот так вот себя вести не должны. Да, есть у нас определенный этикет в поведении, там, где говорит старший, мы все молчим, там, где заходит старший, мы встаем. Мы никогда не садимся раньше того, как сел старший, перед некоторыми старшими мы вообще не садимся. То есть есть определенный этикет. Но когда происходит вот такое, когда все сидят, общаются, вроде как они все приглашены туда этим человеком, вроде бы идет разговор такой на равных, это беседа таких товарищей, здесь нет вот этой вот той субординации, которую он там соблел. И в этот момент, когда он мог просто, есть пауза, он может высказаться, ему ничего не мешает, и он делает попытку высказаться, потом вспоминает и поворачивается к Кадырову и говорит, есть ли мне разрешение высказаться. И тот говорит, да, мол, говори, и он начинает. Вот это вот рабская сущность. Вы должны понимать, что эти люди не сразу стали такими. Поэтому вы не думайте, что вы сегодня вот чуть-чуть так намочили ногу, и завтра вы полностью не окунетесь. Такого не будет. Сегодня вы намочите пальчик там у себя на ноге, а завтра вы полностью окажетесь мокрыми. Так что никогда себя так не ведите. Даже вот в таких вот проявлениях рабских, это недопустимые вещи. Мы никогда, наши отцы себя так не вели, никогда достойные люди себя так не ведут. И вы не ведите. Томсо, разве Шамиль не предал Масхадова после того, как обещал ему, что будет слушаться его и не будет проводить операции без его ведома? В итоге Норд-Ост и Беслан, а для мира мы стали террористами. Абухалет Шишани. То, что он его ослушался, не делает его предателем. Он бы предал и Масхадова, и весь наш народ, если бы поступил как Кадыров, Хамбиев и прочие предатели. Тогда бы он предал. А то, что он ослушался, это, конечно же, нельзя оправдать. Это ошибка, но это не предательство. Это совершенно разные вещи. За то, что сделал Басаев, например, если мы возьмем наказание, с точки зрения военного трибунала, к примеру, если бы он был осужден, и наказание предателя, вы же понимаете разницу. Басаев, он совершил ошибку, он ослушался, но идею он не предавал. А эти-то предали саму идею. Ну а что, Тумсо, смотрел первый и второй день выборов на ЧГДРК? Тебя тоже эта ситуация держит в напряжении, не понимая, кто выиграет? Честно говоря, не смотрел, но в напряжении, да, очень сильно, конечно, держит. Мало ли. Я практически уверен, что выиграет Айсаха Джимурадова. Но все равно интрига остается. Тумсо, привет, Путин голосует, а у него 10-е число на часах. Все выборы фикция. Честно говоря, не удивляет. У Путина, у них вообще это нормально. Они считают, что это и есть какая-то грамотная, поставленная работа российской политики, российского правительства. У них, они все вот в этом. У них как-то Советского Союза еще вот эти, их Советский Союз еще не отпустил. И вряд ли отпустит. И они считают, что вот эти вот темы, которые они делают, это вот прям очень грамотно так сделанная работа. И то, что вы, допустим, то, что мы с вами выявляем такие моменты, это их даже не то, чтобы не беспокоит, не оскорбляет. Они считают, что это, ну, вау, круто мы вот, типа показываем народу, что мы такие вот умные, что мы заранее там что-то просчитываем, что-то делаем. Мне кажется, они, наоборот, гордятся даже этими вещами. Это смешно, конечно, но так устроена, к сожалению, российская политика. Скажите хоть слово про выборы России. От них ведь и судьба Чечни зависит. А что сказать? Я вот ничего не видел, скажу вам честно. Я не знаю. У меня нет никаких сводок. Я ничего по этому поводу не читал, потому что мне неинтересно. Я знаю, без вот этого прочтения, я уже знаю результаты этих выборов. Я вот делаю, как бы, вангую, как говорят, да, вот прогноз. Единая Россия будет первое место, КПРФ будет второе, ЛДПР будет третье, четвертое, пятое, это какая-нибудь справедливая Россия и еще какая-нибудь там партия. Я не знаю, какие там сейчас есть. Вот такой будет результат выборов в Государственную Думу. Что об этом говорить? Я не понимаю, какие выборы. Неужели вы не понимаете, что слово выборы и Россия это взаимозаменяющие слова, противоречащие друг другу. Они в одном предложении не могут встречаться. Понятно, что нет никаких выборов. А если нет выборов, значит результат предрешен. Томсо, а как вы считаете, большинство населения Крыма хотело вступить в состав России? А как Томсо может это считать, интересно? Вот Томсо, который никогда не был даже в Крыму, понятия не имеет, как там обстоят дела. Как Томсо может что-то считать? У Томсо есть опрос общественного мнения в Крыму? Есть ли проведенный референдум? Я имею в виду настоящий референдум, не тот, который проводится под дулами российских автоматов, под оккупацией. Я не про это говорю. Есть ли какой-то референдум, результатом которого стало волей изъявления людей, что они хотят вступить в состав России? У нас есть что-то подобное? Нет? Тогда откуда Томсо может такие вещи вообще предполагать? Крым – это Украина. Что бы там, кто бы не говорил, хотели, не хотели, это все абсолютно бесполезные, ненужные разговоры. Крым – это Украина. И точка. Саламу.